Я уже думал, опять будет как вчера. Я психотерапевт Александр Данилин и я еще раз прошу прощения у всех, что вчера не получился эфир, всего-то надо было, оказывается, ссылку обновить. Вот, как бы и говорить мы сегодня будем об эксперименте Лебета, и это беда, потому что эксперимент Лебета, проведенный впервые в 1983 году, стал синонимом проблемы, есть ли у человека свобода воли. Да, таким, как бы фактологическим центром обсуждения сторонников свободы личной и детерминизма. Хотя все это немножко разные понятия, но все равно, да, мы как бы не можем этого не коснуться сегодня. И это делает тему опять снова, как всегда, непростой. Вот, ну что ж, относительно самого эксперимента Лебета. Вот, я включу его схему, схема эта из Википедии, абсолютно доступна. Суть эксперимента в следующем. Лебетт с помощью энцефалографа измерял потенциал готовности к выполнению того или иного действия, да, искал потенциал готовности на электроэнцефалограмме. Ну, вот то, что вы видите. Испытуемым предлагался круглый экран, похожий на циферблат, на котором бегала по кругу световая точка. К руке испытуемого крепились электроды. Затем он должен был следить своим взглядом за точкой, отслеживая одновременно, когда у него появится желание сделать какое-то произвольное действие. Например, пошевелить пальцем или согнуть запястье. Необходимо было запомнить положение точки на экране в этот момент. При этом испытуемых предупреждали, что желание должно возникать спонтанно, то есть не нужно его сознательно вызывать или планировать. Время сокращения мышц руки фиксировалось с помощью электромиографа. Это тоже видно на схеме. Затем сравнивалось время появления намерения пошевелить рукой данные электромиограммы. И в результате получилось следующее. Первым появлялся потенциал готовности. Через 350 миллисекунд принималось сознательное решение пошевелить рукой. Еще через 100 миллисекунд фиксировался сигнал от мышц кисти. Это означало, что потенциал готовности возникает практически на полсекунды раньше, чем мозг принимает сознательное решение о действии. По словам самого Лебета, давайте я вам по словам самого Лебета, из этого опыта следует вывод, что все быстрые решения мы принимаем неосознанно. Почему-то этот факт произвел шокирующее действие на научное сообщество и на общество вообще, по крайней мере в 80-х годах, будто бы являясь доказательством того, что у человека нет свободы. Кстати, сам Лебет с таким выводом не соглашался. Он считал, что у человека остается еще целых 100-150 миллисекунд, чтобы волевым усилием отменить свое побуждение. И дальше проводил эксперименты, которые, в общем, с его точки зрения, этот факт доказали. Ну, вот сам Лебет, он сын еврейских эмигрантов с территории нынешней Украины, так что к нам ко всем тоже имеет непосредственное отношение. Вот. Ну, собственно говоря, вот и все. Мне бы хотелось спросить, особенно постоянных наших слушателей, участников, как бы вы ничего подозрительного в этом описании не находите. Ну, то есть, мозг принимает решение до того, как осознает то, что он собирается сделать. Секундно, буквально паузу сделаю. Ну, вот. Я хочу сказать, что... Почему я жду от вас какой-то реакции? Ну, наверное, вся беда в том, что каждый человек мыслит результаты того или иного эксперимента в силу своей испорченности, точнее говоря, в рамках своей веры. Ну, например, нейробиологи и нейрофизиологи крайне редко привлекают к своим исследованиям психологов или психотерапевтов. И, по всей видимости, никто из вас не заметил такое простейшее объяснение эксперимента Лебета. Это очень простое. Итак, участникам эксперимента говорили. Не нужно сознательно вызывать или ждать желания пошевелить пальцем или согнуть запястье. Не обращайте на это внимания. Просто следите за точкой. Давайте я вам напомню, что одним из главных принципов психотерапии, по крайней мере, по Александру Данилину, позволю себе такую наглость, является тот факт, что человек не может не думать. Бессознательное не слышит частицы «не». И как бы не ожидать шевеления пальцем в определенном смысле невозможно. Ну, просто невозможно. Потому что нельзя не думать о белой обезьяне. Или, как вы помните, в восточной пословице говорится, что если ты научишься не думать о белой обезьяне, то обретешь бессмертие. Само задание формулировалось некорректно. И в результате потенциал готовности, вот обнаруженный ли бы этом, он и есть потенциал готовности. Он потенциал ожидания. Поскольку само задание, даваемое исследователями, оно как бы делает одну простую вещь. Оно заставляет человека ожидать, когда ему захочется дернуть пальцем. Все. Точка. На этом можно было бы прекратить. Но на самом деле, вот с этим потенциалом ожидания, все очень интересно. И с экспериментом Либета тоже. И почему? Потому что показывает, ну, исключительный маразм, ряда, вообще самого понятия научная школа. Потому что научная школа, неважно совершенно в физике, математике, в психологии, это такая-такое, она превратилась со временем в искусство не слушать или не слышать то, что говорят другие. Поскольку на самом деле есть очень сложная история, которую я целиком рассказывать не буду. С так называемыми волнами ожидания в фронтальной, то есть в лобной коре головного мозга, которая связана с экспериментами конца 60-х годов. В частности, с Грея Уолтера, когда-то знаменитого. Просто для того, чтобы записать эти потенциалы ожидания, он пользовался золотыми электродами, вживленными в мозг. И, по-моему, сейчас эти технологии как-то не очень распространены, по крайней мере, во многих странах и вовсе запрещены. Так вот, вообще фронтальная кора немая, и поэтому и в эксперименте Либета электродов на лобной коре не было. И должен я вам заметить, что мы до сих пор не знаем, правда, не знаем, какие процессы в нервной клетке снимает энцефалограмма. Ну, просто не знаем и все. Такой чисто эмпирический факт. Согласитесь, что вживление электродов интимно сближает исследователя с мозгом испытуемого. Так вот, на вживленных электродах удалось обнаружить такую волну ожидания, которая тоже предшествует сознательному решению. Но, по мнению автора экспериментов, всегда связано с тем, что мы называем установкой. Вот Либет не увидел ни какую-то несвободу, он увидел некоторый потенциал в других областях мозга, доступных электроэнцефалограмме, которые можно зафиксировать. То есть, он нашел, с моей точки зрения, новые проявления очень важного для человека потенциала ожидания. Или там, мы очень по-разному это называют. Потенциал Е-волна Грея Уолтера, знаменитая. Это потенциал ожидания, потенциал предвидения. Лобная доля выполняет, видимо, очень сложную функцию, вычленяя важное и значимое в поведении человека. И вычленяя как раз некоторые неожиданности, на которые надо реагировать. Впрочем, это уже другая история про волну ожидания Грея Уолтера. Впрочем, если я интересующимся работой мозга подкидываю рэперные точки, вы же понимаете, что все это можно не только увидеть в моем видео, но и прочитать в самых разных, в разной степени серьезности материалах в интернете. Что бы я сказал очень интересным из экспериментов в плане свободы воли, мне всегда были очень интересны как раз эксперименты Пола Блума и Адама Бера из Ельского университета. Что-то там было просто похоже на эксперимент Лебета, и выглядело это так. Участникам многократно показывали на компьютере пять белых кругов в произвольных местах экрана. Эти круги неожиданно для испытуемых окрашивались в красный цвет. Вот, значит, и испытуемых просили быстро выбрать в уме один из кругов до того, как он станет красным. Ну, понимаете, да, что идея эксперимента, к сожалению, я фотографии не нашел, но вряд ли их так красиво и сделаешь. Вот, суть-то в том, что как бы участники должны были предсказать, какой из кругов покраснеет. Они могли в том числе указать, что они не успевали, поскольку цвет менялся очень быстро, и просто время истекло. И они должны были отмечать, да, в каком случае они выбрали правильно. То есть, выбрали круг именно до того, как он поменял цвет. Понятно примерно, да? А исследователи изучали, как часто люди сообщали об успешном предсказании. Конечно, только в тех случаях, когда они считали, что времени на выбор у них было достаточно. Понятно, что в эксперименте круг, который краснел, выбирался абсолютно случайно компьютерным алгоритмом. Таким образом, да, просто в случайности, если участники действительно совершали выбор, когда утверждали об этом, до того, как один из кругов становился красным, они должны были выбирать верный круг примерно в одной из пяти попыток. Это примерное распределение случайностей, да? Однако, то есть, 20% результатов они должны были указывать как верные. Однако, в реальности они указывали в два раза больше, почти, в 38,7 случаях, в 38,7 процентах случаев. Смотрите, и это предполагает, что сознание участника меняло порядок событий, создавало иллюзию, что их выбор нужного кружка предшествовал изменению цвета, а по факту все было наоборот. То есть, их выбор был сделан после изменения цвета, а они считали, что до. результат продемонстрировал, что участники не просто пытались обмануть исследователей, разумеется, или себя самих относительно своих предсказательных способностей. Конечно, с ними беседовали потом. Им просто нравилось сообщать о том, что они были правы. Мы вообще можем, и этого не стоит никогда забывать, и об этом, на мой взгляд, совершенно забыл Лебетт, его последователи и соратники, что мы можем систематически заблуждаться в отношении того, что мы совершаем свободный выбор, даже тогда, когда мы уверены в обратном. что мы можем положить в сумку, в супермаркете коробку конфет, которых нам нельзя. И потом, придя на кассу, очень удивиться, откуда взялась эта коробка конфет, но через некоторое время мы все равно придем к выводу, что мы сделали это абсолютно сознательно, потому что иногда надо разрешать себе и сладкое. Как-то так. это серьезная очень вещь, ну, правда, играющая большую роль в нашей жизни. Исследователи назвали ее постдиктивной иллюзией выбора. Она может быть у одного человека, это иллюзия, относиться только к небольшому набору каких-то выборах, осуществляемых быстро и без особых размышлений. Но может она встать и всеобъемлющей, и повсеместной, играя большую роль во многих аспектах поведения. Правда, мы можем быть таким образом, например, уверены в собственном магизме, в собственном способности влиять усилием воли на происходящее событие, просто задним числом вспоминая, что мы этого хотели или мы об этом думали. И это на самом деле показывает, что даже наши самые твердые убеждения относительно нашего сознательного опыта могут быть ошибочными. Дальше, наверное, приходится сделать паузу по той простой причине, что нужно выразить на фоне всего этого, откуда берется эта наша склонность к проекциям. Кто-то предлагал, между прочим, в комментариях на ютубе еще раз поговорить о проекциях, считайте это началом нашего разговора. Откуда берется такая мощная экстраполяция в общественном сознании о том, что эксперимент Лебеда как-то показывает ограниченную свободу воли. И тут мне приходится, ну, просто приходится, потому что тема такая, говорить о, по крайней мере, о свободе и детерминизме. Ой, я могу пойти очень сложным путем и устроить вам лекцию о том, что такое либертарианизм и метафизический либертарианизм, что такое жесткий детерминизм и что такое инкомпатибилистские взгляды и компатибилистские взгляды. Ну, можно я этого делать не буду, потому что, на мой взгляд, это софистика. Теперь, теперь к этой софистике тесно, тесно примешался эксперимент Лебеда, я вас уверяю. И можно я просто пока буду говорить о свободе выбора и детерминизме и моем странном понимании того, что такое свобода воли. Ой, и снова, мне не хотелось бы это делать с каких-то абсолютно популистских позиций. Ну, что делать? Я давний концепт, я давний-давний поклонник, и многие из вас, наверное, это знают. Я давний поклонник Дэвида Бома и его теории голографической вселенной. Я уж не знаю, сколько раз я это рассказывал, и, конечно, эту теорию я попытался придать ей конкретике в книжке «Таблетка о смерти», потому что, на мой взгляд, эта теория оставляющая надежду многим безнадежным больным. И, опять же, конечно же, вы можете со всем этим познакомиться и без меня. Но, если быть честным, первым и на моем пути был не Бом, а Карл Прибра, который когда-то создал концепцию нейронного голографического процесса. Точнее говоря, первые статьи о голограммах и об волновой интерференции стали для Прибрама открытием. Это, кстати, замечательный человек, который, будучи врачом-нейрохирургом, первым активно выступил против жутковатых нейрохирургических операций, так называемых трансорбитальных лоботомий, которые, не знаю, как калечили пациента, отделяя от мозга ту самую его часть, которая сегодня считается ответственной за принятие сложных решений, за абстрагирование и выделение главного. хотя, видите, я подчеркиваю, сегодня считается, потому что я следом за Прибрамом отнюдь не сторонник локализации функций мозга. Точнее говоря, она существует, но динамическим образом, и эти функции могут удивительно просто менять локализации мозговых структур. Так вот, Прибрам пришел к выводу, что рецепторные явления служат миниатюрными моделями, или, если хотите, миниатюрными голографическими пленками нейронного голографического процесса. Ну, например, возбуждение одной единицы зрительного нерва оказывает влияние на частоту разрядов соседних единиц. Образуется рецептивное поле, когда пространственные элементы, нейроны, активно взаимодействуют друг с другом. В зрительном нерве эти рецептивные поля обычно состоят из более или менее округлого центрального пятна, которое реагирует либо возрастанием, либо снижением частоты спонтанных разрядов. Сущность голографической концепции состоит в том, что образы восстанавливаются, когда их представительства то есть они восстанавливаются как образы на голографической пленке, когда их представительство в виде систем с распределенной информацией соответствующим образом приводится в активное состояние, и эти представительства действуют как фильтры или экран, как фильтры или экран. Там мгновенная аналоговая кросс-корреляция, которая возникает в результате сопоставления фильтров. В общем, тоже, если захотите, это довольно несложно внимательно и спокойно изучить. не пугайтесь, я дальше не пойду. Потом при Брам, между прочим, по рекомендации собственного сына, посоветовался, познакомился с Дэвидом Бомом, который создал концепцию голографической вселенной. И обратите внимание, это не некая философская концепция. Эта концепция вполне математически и физически обоснована, и просто является своеобразным объяснением хорошо известных различных достаточно парадоксальных фактов. я попробую лишь для того, чтобы как-то вернуться к свободе воли, сказать, что в чем же суть концепции Бома. Как-то однажды он увидел в телевизионной программе BBC простейшую модель физического опыта. Цилиндр, заполненный вязкой прозрачной жидкостью, глицерином, в котором неподвижно плавала капля чернил, которая висела не на поверхности, а в глубине глицерина. Когда цилиндр поворачивали, ручку крутили, чернильная капля расползалась по глицерину, оказывалась растворенной, и вроде как ее не было. Но как только ручку начинали крутить в противоположном направлении, капля капля восстанавливалась, то есть чернила возвращались на свое место. Бом считал, что он все понял для себя после этого простейшего видео. он писал, цитирую, этот опыт поразил меня в тем, что в точности соответствовал моим представлениям о порядке, то есть когда чернильное пятно расползалось, оно все-таки имело, да, вот в расползшемся, растворенном чернильном пятне, все-таки сохранялся скрытый, непроявленный порядок, который проявлялся, как только капля восстанавливалась. Этот опыт и привел меня к новому определению порядка, конец цитаты. Он обнаружил сначала метафору, к которому подключил уже физический аналитический аппарат, в общем на минуточку Бом сотрудничал с Эйнштейном и Бором, так что просто их концепция вселенной его не очень устраивала. Так вот, Бом тоже после первых публикаций в 60-х годах начал внимательно изучать голографию и понял, что она тоже представляет собой новый способ объяснения порядка. Как чердильная капля в растворенном состоянии, интерференционные картины, записанные на кусочки пленки, также, если вы на них посмотрите, они покажутся абсолютным хаосом для невооруженного взгляда. Однако оба явления обладают скрытым или свернутым порядком. Он до этого занимался исследований феномена плазмы, которое состояло, казалось бы, из кажущегося случайным индивидуального поведения электронов. Но на самом деле поток плазмы вел себя более чем организованно. в конце концов, он пришел к выводу, что вся вселенная представляет собой огромную плавающую голограмму. И это, конечно, теория абсолютно радикальная, и в восьмидесятых годах только он опубликовал завершенную книгу, целиком ее, по-моему, на русском языке нет, а может есть, а я просто невнимательно это отслеживал, которое называется полнота и импликативный порядок. Вот тот самый свернутый порядок капли он назвал импликативным, а весь мир, который превращается, разворачиваясь эта капля, он назвал экспликативным. импликативным, да, то есть импликативный это глубокий уровень реальности, скрытый от нас. Из этого уровня, из этого порядка рождаются все видимые, изучаемые нами объекты, подобно тому, как из кусочка голографической пленки рождается голограмма. Если вы знаете, то если голографическую пленку или любой другой носитель голограммы расколоть на части, то в каждом осколке голограммы останется полная фотография объекта, только более бледная, более размытая, чем в целостном голограмме, то есть подсвечены определенным образом пленки или другому объекту, на который можно наносить соответствующие оптические штрихи. Бом считал, что проявление всех форм во вселенной, то есть, все объекты представляют собой некий род голограммы, ну, конечно, голограммы, как метафора. Мы все являемся в разной степени размытости фотографиями единого первичного объекта или того самого импликативного единого порядка. Электроны, как и все другие частицы, не более материальные и постоянные, чем, например, форма, которую принимают струи фонтана, когда поднимаются из сопла. И, когда частица предстает перед нами, как распадающаяся, она, на самом деле, никуда не девается. Она просто свертывается обратно в глубинный порядок, откуда она произошла. ну, голографическая пленка и голографическое изображение являются лишь примером существования импликативного внутреннего и экспликативного внешнего порядка. между этими двумя порядками, конечно, существует постоянный обмен, и поэтому, например, электрон может себя вести как частица или как волна, в зависимости от задач эксперимента и позиции наблюдателя. То есть, мы как бы смотрим на одну и ту же частицу с разных сторон. видите, я предложил вам взглянуть на эксперимент Либета с какой-то стороны, на который почему-то никто, я не нашел никаких ссылок на взгляды подобные моим, как бы просто с другой стороны. В общем, Бом считал, что мир холенес, целостен. Все в космосе состоит из непрерывной голографической ткани, которая является развертыванием того самого внутреннего или импликативного порядка. Согласно Бому, бессмысленно говорить о Вселенной, состоящих из отдельных частей или из отдельных объектов. Электрон более не является элементарной частицей, это просто имя, присвоенное некоторому аспекту голодинамики. Разделение реальности на части и присвоение имен этим частям всегда произвольно, всегда условно, поскольку элементарные частицы, как и все во Вселенной решительно, и мы с вами существуют не более независимо друг от друга, чем, ну, например, элементы орнамента на ковре. Мы с вами по разные стороны этого экрана. Собака сидящая рядом со мной. Древние предметы, которые я вам показываю в передачах, на самом деле существуют как одна сущность. И когда мы любим собаку или предметы, мы это чувствуем, ощущаем сознание. Это огромное нечто, которое протянуло множество своих пальцев или ложноножек в вечно кажущиеся объекты, атомы, археологию, космические полеты и во все остальное тоже. И, конечно, вещи одновременно могут быть частью единого и неделимого целого и в то же время обладать уникальными качествами. Потому что, конечно, сам факт существования экспликативного, простите, заговорился, как бы это именно развертывание, создание разнообразия. Это важная мысль с точки зрения нашей темы. Давайте ее запомним, хорошо? Что касается взглядов Дэвида Бома на сознание, то с точки зрения Дэвида Бома вообще нет смысла говорить о взаимодействии сознания и материи. В некотором смысле наблюдатель в глубине самого себя, как мне нравится говорить, в точке возникновения сознания, он и есть само наблюдаемое. Наблюдатель он же – измерительный прибор, результаты эксперимента, лаборатория и комары, летающие за стенами лаборатории. Сознание в этом ключе лишь форма материи, или, если хотите, более тонкая форма материи. И основа взаимодействия сознания с другими формами материи лежит на других уровнях реальности, в том самом глубинном импликативном порядке. Сознание присутствует во всем, следовательно, плазма обладает некоторыми признаками живого существа. Способность формы быть динамической, писал Бом, это наиболее характерный признак сознания. И мы уже видим нечто сознательное в поведении электрона. Он считает, что разделение Вселенной на живые и неживые объекты не имеет смысла. Одушевленная и неодушевленная материя неразрывно связаны друг с другом. И мы действительно способны наделять жизнью любимыми нами объекты неживой материи. И жизнь, и сознание находятся в скрытом состоянии во всей Вселенной. Даже камни в некотором смысле живые, поскольку жизнь и интеллект присутствуют не только в материи, но и в энергии, пространстве, во времени. И во всем остальном, что мы выделяем из голодинамики и ошибочно рассматриваем, как независимо существующий объект. В общем, ну, ой, вы и сами можете прочесть книжку Дэвида Телбота, ой, простите, Майкла Телбота или Талбота, которая называется «Голографическая Вселенная» в интернете или в книжном виде. Я всегда рекомендую в книжном виде. А к чему я обо всем этом? Вот, да, интересно. Птица сидит в клетке или мы? Вот с точки зрения Дэвида Бома возможен и тот, и другой взгляд на вещи. Как-то так. Только клетка, пожалуй, будет побольше. А какое все это имеет отношение к свободе, детерминизму и нашему желанию того, чтобы наши предсказания сбывались? Я думаю, что это сущностное единство, это голодинамика, этот невероятной красоты вселенский голографический храм, который нарисовал Дэвид Бом, в сущности говорят о том, что у человека есть одна единственная... Не было опять перебоя в трансляции. Вон, Яфая пишет. Батюшки, Платон с его тенями. Да, именно так. Да, да, да. Уж не стану, да, относиться к Платону, но скажу о каких-то... Более-более древних вещах. Я думаю, что в свободе сознания есть одна единственная форма, если хотите, не свободы. Это стремление к единству, стремление к объединению. И, в общем, ну, дальше... Дальше... Ну, мне просто студия показала, что был перебой в эфире. Я хочу сказать, что дальше совершенно не обязательно, как бы, ходить очень далеко, поскольку о похожих вещах мы говорили. Человек неосознанно и постоянно стремится к тому, что древние философы называли благом. То есть, где-то внутри того, что мы считаем отдельными объектами Вселенными, Вселенной лежит желание объединиться или лежит желание поддерживать друг друга. Такие феномены, как социализм, неважно в России или в Китае, такие феномены, как первые христианские общины, стали возможны именно благодаря этой внутренней задаче, которая является единой мотивацией для сознания вообще. Просто проклятие какое-то с этой темой, потому что опять мне показал ОБС, что он отключился и включился снова. Поэтому, если был перерыв в трансляции, тоже не обижайтесь на меня. Ну, раз так вчера уже началось, то, значит, сегодня, видимо, так и будет. Так вот, чего я пытаюсь при этом сказать. Я пытаюсь при этом сказать, что... Напишите, пожалуйста, работает вообще каким-то образом... Работает каким-то образом студия. Я в эфире. Так вот... Это не я, конечно, это не моя мысль, не Дэвида Бума. Это мысль Блаженного Августина. Свобода выбора, не высший вид свободы, писал он, она не является благом, она является благом не сама по себе, а потому что позволяет добровольно выбрать благо. То есть, подлинная свобода, это возможность следовать добру, разыскивая благо для всего мира и для всех людей. Надо вам сказать, что примерно то же самое, ну, может быть, с некоторыми буквально небольшими поправками, говорил и Аквинат Фома Аквинский. Воля – это побудительная способность, отличная от чувственных побудительных сил, которые свойственно покоятся во благе, данном ей разумом, и воля же ему подчинена. Благо – стимулятор воли. Воля к нему стремится, и, конечно, волю и стремление к благу дарует Бог. Ох, я дошел до этого как бы места, и хочу вам сказать, что... Ну, в общем, я через все не пойду. Я думаю, что и буддизм, и христианство дают просто свои представления о голографической вселенной по той простой причине, что, например, любовь как принцип христианства – это же и есть некоторое объявление сущностного единства между людьми, единого организма, церкви. И просто некоторая другая модель одних и тех же утверждений. Я сейчас не стремлюсь уходить в религию. Почему я вспоминаю Августина и... Потому что до этого я рассказывал о том, как Бакминстр Фуллер пришел к тем же самым выводам, правда, в сугубо своей светской работе и пытался доказать самыми разными способами. И к Бакминстеру Фуллеру я вас уже отсылал, по-моему, несколько раз. И поэтому мне не хочется повторять здесь то же самое про Платона, Бакминстера Фуллера. Мы много раз об этом уже говорили. Вы мне скажете, а откуда тогда берется агрессия, откуда тогда берется насилие, войны? Ну, я думаю, что мы постараемся потом попросим Сашу, администратора нашего, и он соберет эти куски. Сейчас я в эфире, приходится прерываться, но вот я... Так, напишите, я в эфире или нет, господа. Я специально делаю эти паузы, чтобы можно было потом как-то собрать запись из частей. Я надеюсь, что это будет возможно. И хочу я сказать следующее. Я хочу сказать, что все очень просто. Без некого, да? Если есть некая заданная тенденция к объединению, если сознание не будет ей сопротивляться, то тогда не возникнет разнообразия. Вообще не возникнет индивидуального сознания, поскольку будет оно ощущаться как часть единого. Поэтому сопротивление этой тенденции к единству, оно не может не существовать. Для того, чтобы возникло разнообразие, да? Одна из основных задач развертывания свернутого порядка. И поэтому человек яростно сопротивляется своему стремлению делать благо другим, о котором, ну, там, да, или приносить пользу всем. Так как мы об этом говорили, да? Помните, что я не про благотворительность и не про моральные слюни. А я про образ дерева, да? Я создаю, то есть дерево, оно растет, дарит кислород, плоды, тень, любому путнику. Но многим путникам могут не нравиться эти плоды. И все путники свободны в выборе деревьев, под которыми они могут обнаружить собственную тень. Или все свободны в выборе взглядов, к которым они могут присоединиться или создать свои собственные взгляды. Вот это создание своего собственного, создание индивидуальности. Это необходимый процесс, поскольку без него немыслимо разнообразие. И выражается он, ну, обычно в неком, предостаточно предельном. Я называю эти два движения центростремительным и центробежным, да? Раскрытие импликативного порядка – это центробежное движение. И в этом центробежном движении эгоцентризм, зависть, агрессия являются просто крайними проявлениями той самой попытки почувствовать себя отдельным объектом. А все, что связано с... Почему мы хотим чувствовать себя предсказателями в Ельском эксперименте, о котором я говорил? Ну, потому что мы хотим чувствовать себя, как некий отдельный объект, управляющий Вселенной. Мы стремимся почувствовать самих себя центром мира, импликативным порядком. Но вся проблема в том, что вот к старости, к моему возрасту, человек, который всю жизнь прожил только для себя, не испытывает удовлетворения. Как бы хорошо при этом он не был обеспечен материально, не знаю, или... Как бы он не был самоуверен морально. И поэтому основным вот этой несвободой человеческой является наше стремление чувствовать себя едиными со Вселенной. Отсюда и стремление к успешным прогнозам. Просто мы понимаем его через призму собственной ограниченности, индивидуальности, через желание чувствовать себя глухозащищенным объектом. Ну вот, мне не удалось договорить последние мысли. И запись оборвалась на том, что принцип, главный принцип христианства, принцип любви, это принцип стремления к единству. То есть стремление прикоснуться к тому самому импликативному порядку или тому, что мы называем Богом. И еще я хотел сказать, что индивидуальность необходимая часть разнообразия Вселенной. И поэтому мы на это наше безусловное стремление к пользе всем или на это безусловное стремление к благу мы реагируем сопротивлением. И это сопротивление порождает индивидуализм, эгоизм, агрессию, войны или то самое мнение политиков, которое говорит о том, что только они знают, что является благом для всех остальных людей. Я все время вспоминаю Александра Галича с его призывом бояться тех, кто знает как надо, это, поскольку благо это человек все равно продолжает чувствовать через импликативный порядок, когда хочет и учится чувствовать это благо. Но без того самого эгоцентризма, без той самой агрессии не будет разнообразия, и поэтому мы такие разные. И, кстати говоря, именно поэтому возникает важный принцип проекции или желание прогнозировать будущее, поскольку в этом ощущении самом себя Богом есть частица правды, как частица того разлитого в глицерине чернильного пятна, которое поразило Дэвида Бома. Просто мы его порой очень неправильно понимаем. Впрочем, об этом нужен отдельный разговор, и простите мне технические неполадки, мы постараемся их склеить и выложить полную запись. Спокойной ночи! Продолжение следует...